Михаил, из последнего заявления Владимира Зеленского о том, что западные союзники уделяют, скажем так, недостаточное внимание тому, что Северная Корея отправила свои войска на войну против Украины, по большому счёту. А как вы думаете, почему внимание таково, что мы его можем называть недостаточным? Страх. Он остаётся. Фундаментальный страх. То есть это нежелание посмотреть правде в глаза, как говорится. Увидеть реальность такую, каковой она есть. Потому что это уже не времена холодной войны, не времена сдерживания и так далее. Есть конкретный факт глобализации войны со стороны России. То есть Россия привлекает армию с другого континента, с азиатского континента, привлекает для войны на Европейском театре боевых действий. Привлекает. И таким образом, как вы говорите, смотрите, мы готовы повышать ставки, мы готовы эскалировать, мы готовы глобализировать войну. И наши партнёры отворачиваются от этого. Точно так же, как отворачиваются от типа войны, который ведёт Российская Федерация. Отворачиваются от геноцидного компонента, который Россия применяет. Отворачиваются от того, что Россия не придерживается никаких норм международного права, международного гуманитарного права, Женевских конвенций и по отношению к военно-пленным делает в прямом эфире расстрелы и тому подобное. То есть Европа, ну, к сожалению, не только Европа, скажем так, давайте, демократическая коалиция, в целом лидеры не готовы принять реальность таковой, как она есть. Соответственно, что было бы правильно сделать? Осознать, что у этого конфликта нету никаких компромиссных, я сейчас сарказмом говорю, решений. Осознать, что военный преступник под названием Российская Федерация должен быть остановлен, проиграть войну и наказан юридически. Осознать, что для этого необходимо не рассуждать, дадим Украине оружие какое-то или не дадим, а передавать это оружие в полном объеме, в большом количестве. Наконец, осознать, что Россия точно будет повышать ставки и точно будет привлекать все больше и больше чужих ресурсов, в данном случае конкретно Северной Кореи. И в итоге это приведет действительно к глобальному большому конфликту, потому что задача России перераспределить международное право в свою пользу. Ну то есть сделать его недееспособным и вместо этого насадить право силы. Все это надо осознать. И тогда было бы четко видно, готовы ли наши партнеры принять два решения. Первое, если просто сказать, это действительно ввести полномасштабные жесткие экономические ограничения для России. Ну то есть не делать так, что мы тут с вами договариваемся, какие-то санкции вводим. Да, Россия не имеет там комплектующих для милитарных производств, но в то же время Россия спокойно зарабатывает сотни миллиардов. Кстати, сами европейские медиа об этом пишут. Только на энергетике, на нефтепродуктах, частично на газе, ну газ там небольшую долю составляет, более 200 миллиардов заработали, вернее, выплатили европейские страны совокупно Российской Федерации в прошлом году. Ну вы понимаете, сумму 200 миллиардов, 207, насколько я точно помню, эту сумму, это просто безумие какое-то. То есть сама война России обходится в год в порядке 140-170 миллиардов евро. В итоге только за счет продажи на европейские энергорынки своего частичного ресурса. Понятно частичный, почему я называю, потому что не всегда это напрямую Россия продает. Понятно, что она через страны-посредники. То есть она имеет даже больше денег, чем достаточно для оплаты войны как таковой. Так вот, реальные экономические ограничения и реальное изгнание России из глобальных рынков. И это будет, кстати, сильно влиять на страны глобального юга, потому что они увидят, что это изолированная страна. И второе, это безусловное принятие плана победы, ну иметь в виду плана принуждения России к осознанию цены войны. И, соответственно, это передача определенных инструментов для Украины. Вы в начале ответа сказали о страхе наших союзников. И вот издание Bloomberg пишет о том, что решение Кремля привлечь армию КНДР для поддержки своих сил заставило союзников Украины признать ограниченность возможных ответов, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Тут как бы два вопроса заставило признать ограниченность возможных ответов ИИ, ну то есть собираются ли они что-то с этим делать. И второе, это пресловутая эскалация конфликта. Просто, знаете, это настолько часто звучит, что, ну, во-первых, это уже звучит как просто отмолвка. Это уже, да, это уже растаскали на меме. Во-вторых, ну, о какой эскалации конфликта идет речь? Ну, вот Россия привлекает третью сторону в войну против Украины. А какой еще эскалации? Что кто-то с космоса еще присоединится к России? О чем идет речь? Мне кажется, что просто не все знают содержание таких терминов, как эскалация и деэскалация. Сам факт войны, безусловный факт войны, не спровоцированный, обрушающий международное право является актом максимальной эскалации. И все последующие события, это уже являются событиями, происходящими из акта эскалации. Акт агрессии России, это и есть эскалация. Все остальное, то, что будете делать вы, партнеры, и вы, я имею в виду, те, кто против кого война объявлена и так далее, в данном случае Украина, все, что будут делать партнеры, это будет про деэскалацию. Вот, к сожалению, они этого не понимают. То есть, когда у вас есть безусловный агрессор, и четко понятно, какие цели он перед собой ставит, и четко понятно, что он пока не достигнет этой цели и останавливаться не будет, и четко понятно, какие инструменты в войне он применяет, и вы не хотите все это осознать и применить свои меры противодействия, это значит, что вы его, безусловно, стимулируете продолжать агрессию. Вот все эти заявления, все вот эти разговоры, риторика, классическая риторика о деэскалации, о недопущении расширения войны, о недопущении масштабирования, вся эта риторика стимулирует Россию повышать ставки и увеличивать, глобализировать, масштабировать войну. И вот то, что вы говорите о привлечении третьей страны, безусловно, в эту войну, это четко говорит о том, что Россия готова продолжать эскалацию, а страны Европы не готовы продолжать деэскалацию. То есть, они ждут, что война будет настолько масштабной, я так понимаю, безусловно, подсознательно ждут, неосознанно это делают, но подсознательно они приведут к тому, что эта война будет настолько глобальной, что очень много крови будет пущено. Я просто не понимаю, зачем они это делают. Теперь вернёмся к главному. Они, наверное, не совсем понимают, что такое Северная Корея. Они привыкли к этому, где-то что-то, какая-то странная страна, которая не умеет даже продукты питания производить и так далее. Так вот, смотрите, концепция Северной Кореи, КНДР, это концепция страны, которая всю свою осознанное существование готовится к войне. Они хотят реализовать эту миссию. Для них миссия — это смертоносная война на корейском полуострове, после чего они перестают существовать, я имею в виду Северная Корея. Вот очевидно, что они всё для этого делают. И, безусловно, для Северной Кореи сейчас участие в войне России, а ещё перед этим подписанный стратегический договор, в котором будет чётко обозначено, что в случае войны на корейском полуострове Россия будет непосредственно принимать участие в боевых действиях на стороне Северной Кореи. Вот это всё резко увеличивает шансы переноса войны, в том числе на Индо-Тихоокеанский регион. И, соответственно, у России не получилось на Ближнем Востоке, у России точно теперь получится в Тихоокеанском регионе. Но при этом Россия ещё и масштабирует войну в Европе. Вот всё это и есть проблема. Я не знаю, как здесь можно найти слова, мы же ведь вроде бы внятно всё объясняем, как здесь можно найти слова, которые скажут, а какую альтернативу вы видите. Потому что если вы хотите не спровоцировать войну, то война уже, мы просто напомним, да, война уже идёт. Второе. Если вы хотите закончить войну за счёт Украины, это значит, что вы хотите получить большую войну, потому что вы стимулируете тогда Россию, ведь она не проиграла и не достигла цели. Если вы хотите посмотреть, как в прямом эфире умирает миллион граждан Украины, ну тогда так и скажите, что мы хотим увидеть, как это выглядит. Потому что мы слышали про Вторую мировую, но мы же не жили тогда. Мы сейчас хотим посмотреть, что такое бомбардировки гражданского населения, то, что показывает Российская Федерация. Ну и, соответственно, мы хотим увидеть, что такое северокорейская армия в действии. Ну так скажите тогда это. Потому что, ещё раз, если вы не понимаете, что в такого типа войнах есть только один финал, но, к сожалению, это приводит к масштабированию. Вы знаете, Михаил, украинское сообщество недоумевало от недавнего приезда генсека ООН Антонио Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань. Можете объяснить, какие после этого отношения у Украины, ну очевидно, что не с ООН в целом, потому что Украина остаётся членом ООН Объединённых Наций, а вот конкретно с главой этой организации Антонио Гутерреша? Никаких. Ну а какие могут быть отношения, если человек, на мой взгляд, абсолютно точно неправильно выбирает решение? Ну то есть он вместо того, чтобы быть на саммите мира, где собрались 100 стран, саммит мира, который был инициирован Украиной и который базировался на международном праве с одной стороны и на уставных документах ООН с другой, сюда ты не приезжаешь для того, чтобы зафиксировать, да, мы только в рамках международного права, только в рамках уставных документов ООН будем дальше действовать, независимо от того, что ты поддерживаешь, что ты не поддерживаешь, но ты приезжаешь к человеку, против которого Международный криминальный суд выдал ордер за совершение геноцидного типа преступления. Соответственно, что ты хочешь показать этим? Ты хочешь показать лояльное отношение, личное лояльное отношение к субъекту Путина. Вопрос зачем? Будет ли это приводить к окончанию войны? Нет, это будет опять же стимулировать субъекта Путина, потому что он считает, вот смотрите, человек приехал, значит, он меня понимает, поддерживает, значит, я делаю все правильно, значит, я должен продолжать делать то, что я делаю. Не все, наверное, понимают, что вырезание украинцев – это позитивная работа. Ну, то есть она приведет к какому-то расцвету человечности, гуманности в нашей цивилизации. И, соответственно, когда человек туда приезжает, таким образом он говорит, смотрите, все, что вы делаете, это правильно. Ну, это обнуление репутационное. И требовать от этого человека переосмысления своей позиции, ну, вряд ли вы ее получите, потому что это осознанное поведение. Считать, что Путина мог приехать в Казань и получить там какие-то возможности начать переговорный процесс с Россией – нет. Мы же прекрасно понимаем, что инструментов давления на Россию ООН никаких. Более того, ООН до сих пор не использовала регламентные нормы, которые должны были быть использованы в момент начала полномасштабного вторжения. То есть членство России и в Совете Безопасности, и в самом ООН должно было быть приостановлено в связи с нарушением 4-5 статей Устава ООН. Но если ООН не применяла эти регламентные статьи, наоборот, оно предоставляет право России председательствовать в Совете Безопасности, оно предоставляет право все время инициировать обсуждения Украины, на которых субъекты из России говорят, смотрите, ну мы их там бомбим, но мы их бомбим по делу. Мы убиваем их детей, но мы убиваем их детей по делу. И ты сидишь это слушаешь, после этого ты приезжаешь в Казань для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение автору геноцидной войны. Ну, честно говоря, я не совсем понимаю, о какой там можно говорить дальше репутации, о возможности сотрудничества, о том, что ООН действительно может выполнять какие-то функции, которые прописаны в ее функционале. Нет, но мы с вами должны понимать, что для Украины площадка ООН это тоже площадка промоутирования правильных подходов к оценке этой войны. Потому что, к сожалению, на этой площадке работают страны глобального юга. К сожалению, я говорю, потому что эта площадка должна быть переформатирована для того, чтобы она должна быть более эффективной. Так вот, если вы хотите доносить что-то, вы должны использовать любые площадки, даже те, которые выглядят вот так, как выглядит сегодня ООН. Тут, знаете, еще... Ну, во-первых, Антонио Гутерреш нарушил устав ООН, поехав к человеку, который имеет ордер на арест от Международного уголовного суда. Это уставом ООН запрещено. Во-вторых, я понимаю, что у нас тут не психотерапевтические классы, но мне бы хотелось услышать ваше мнение по этому поводу. Вот смотрите. 24 февраля 2022 года Антонио Гутерреш говорит о том, что это самый ужасный день за все его время пребывания на посту генсека ООН. 29 апреля 2022 года Антонио Гутерреш едет в Киев с официальным визитом, и в это время Кремль, зная, что тут находится Антонио Гутерреш, наносит по Украине и, в частности, по столице массированный ракетный удар, вследствие чего гибнет один человек, десять получают ранения, Антонио Гутерреш спускается в укрытие. Октябрь 2024 года Антонио Гутерреш едет в Казань навстречу в том числе и с Путиным. Я сейчас даже не о стокгольмском, знаете, синдроме, а о том, что Антонио Гутерреш, он же, очевидно, не единолично принимает такие решения, очевидно же, у него есть какие-то советники, ну, какой-то коллектив в этом аппарате управления. И я вот о чём думаю. Не говорит ли это о том, что, мягко говоря, ни один Антонио Гутерреш считает нормальным и позволительным встречаться с Путиным? Мягко говоря, это вы, мягко говоря, сказали. Конечно же, есть большое количество людей, мы даже знаем лидеров разных стран, которые считают, что массовые убийства в прямом эфире это очень классный инструмент. И они продолжают поддерживать тесные отношения с Путиным, они продолжают зарабатывать на России. Я тут прагматизм как бы понимаю, ну, ты можешь зарабатывать, но есть люди, которые оправдывают, пытаются оправдывать политику Путина. Но что касается Гутерреша, то здесь, конечно, ситуация гораздо более, для меня выглядит дивно, гораздо более оскорбительная для самого Гутерреша, потому что если там тот или иной лидер страны приезжает в Казань в рамках саммита БРИКС, то я понимаю прагматизм этого лидера, то есть он хочет просто получить что-то в экономике, в финансах, в технологиях, неважно, во влиянии, неважно. Но он решает вопросы своей страны, свои национальные потребности реализует. У Гутерреша нет страны, ради которой нужно пойти и что-то с кем-то там обсудить и так далее и тому подобное. У Гутерреша есть два инструмента, очень важных. Первый – это репутация. В глобальном политическом процессе это чрезвычайно важный инструмент, потому что если бы у Гутерреша была репутация, у ООН была репутация, то одной резолюции ООН или при остановке членства в России было бы достаточно, чтобы серьезно повлиять на политические элиты в России в момент начала полномасштабного вторжения. И второй инструмент – это, собственно, устав ООН. Скрупулезное придерживание устава будет четко фиксировать составы преступлений. Ну и, соответственно, резко ограничивать желание с Россией общаться и на уровне саммита БРИКС, и на уровне других переговорных площадок. Почему? Потому что ООН считает эту страну изгоем. То есть два инструмента. Их можно было использовать. Но тут даже не о стокгольмском синдроме говорить, тут немножко другие проблемы есть. Но, опять же, не нам с вами их характеризовать, это личный выбор Бутирыша. Он и в историю войдет, как человек, который приехал к монстру, который пускает кровь миллионов, приехал с улыбкой и обсудил с ним, насколько хорошо в Казани выглядит вечерний закат или что, я не знаю. На фоне этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо дает интервью российской пропагандистке Ольге Скобеевой. Естественно, он там наговаривает об усталости войны на Западе, от войны на Западе, о том, что 9 мая он хотел бы приехать в Москву для того, чтобы там, на Красной площади, отметить 80-летие окончания Второй мировой войны. Я задам очень простой и сложный вопрос одновременно. Знает ли Украина, украинская власть, какова цена конкретная вот этой фицовской поддержки путинского режима? Какие это деньги или какие это ресурсы? Во-первых, я не уверен, что Вторая мировая закончилась. Я парадоксально скажу сейчас. Потому что в исполнении России я вижу продолжение тех практик, которые практиковала страна-инициатор Второй мировой войны. Мы видим идеологию абсолютно идентичную мы видим абсолютно идентичное желание убивать граждан другой страны, захватывать их территорию, выселять их из домов, депортировать, уничтожать детей и так далее. Мы видим все то, что во Второй мировой войне демонстрировали авторы той войны. Поэтому я не уверен, что она закончилась. Более того, я так понимаю, что оно каким-то косвенным образом перешло именно на российских граждан, и они хотят дореализовать то, что тогда не было реализовано. И, соответственно, поэтому я не знаю, какое 80-летие, кто собирается отмечать, потому что все-таки во Второй мировой войне победу одержала коалиция, а не Российская Федерация, которая тогда на тот момент и не существовала. Как таковы. Ну он же там историк большой, то есть не знающий истории. Я имею в виду субъект Путина. Что касается ФИЦа, ну давайте здесь все-таки разделим на две части. Политические заявления, информационные заявления, премьер-министра Словакии. Это одна история, но Украина достаточно продуктивные экономические отношения со Словакией. Словакия активно поддерживает там те или иные двухсторонние экономические проекты, заинтересована в них с Украиной. Словакия абсолютно точно не блокирует вступление Украины в Евросоюз, наоборот, спокойно и хорошо относится к тому, что конкурентная база, конкурентные рынки будут разрастаться. И поэтому здесь достаточно продуктивные отношения. Что касается его участия в пропаганде, как таковой, ну он всегда занимал эту позицию пророссийскую в части политической составляющей, опять же имеет право в рамках своих национальных интересов, потому что Словакия в той или иной степени зависит и от российских рынков, к сожалению для Словакии, конечно же, от российских газовых нефтяных рынков, ну прежде всего нефтяных рынков. Поэтому мне его позиция понятна. Я бы спокойно относился к заявлениям того или иного лидера национальных государств. Почему? Ну я имею в виду суверенных государств. Почему? Потому что они прагматичны. Вот смотрите, Турция, она имеет тесные отношения, но мне очень симпатична позиция Эрдогана, он жестко всегда говорит Крым территория Украины, война может закончиться только в рамках международного права, то есть он четко фиксирует свою политическую позицию, но при этом он экономически активно сотрудничает с Россией. Более того, они там хотят альтернативно зайти в БРИКС, потому что не получается зайти в Европейский Союз и так далее. То есть абсолютно понятна мотивация и ФИЦа, и Эрдогана, они абсолютно заинтересованы в продвижении своих национальных интересов, но при этом точно не в ущерб экономическим интересам и даже политическим Украины. Ну и в политическом я даю Эрдоган, а ФИЦа делает информационное заявление, ну делает. Главное, чтобы Украина получала в прагматической части то, что ей необходимо. Украина получает в двухсторонних отношениях со Словакией все, что нам необходимо. Продолжение следует...